Друзья, дорогие! Когда мы проводим концерт, посвященный новому конкурсу, международному конкурсу молодых исполнителей русского романса Романсиада 2015, ваш вклад в форме билетов, приобретенных на это наше мероприятие, он для нас сегодня безумно важен, безумно ценен, потому что, как вы знаете, ну, если не знаете, то догадываетесь, проводить сегодня мероприятие не бывает. Попсового характера, неразвлекательного становится с каждым часом, с каждой секундой все труднее, но бросить такую махину, каким является конкурс Романсиада, проводимый в этом году девятнадцатый раз. Конкурс, который открыл множество самых счастливых имен, от Николая Баскова до Сергея Волчкова и Ирины Крутовой, еще будет открывать и открывать, покуда мы с вами держимся плечо к плечу, радуемся жизни, дышим, любим и верим. Поэтому благодарю вас от всех наших будущих романсиатов, не тех, кто сегодня уже в ранге звезд или с званием государственным даже имеется среди наших романсиатов уже и такие, но благодарю вас от наших будущих звезд за этот вклад. Первый вклад в этом сезоне в проведение конкурса. Во всяком случае, сообщу в Министерстве культуры, что в ответ на ваше недавание денег мы сегодня получили какую-то симпатичную сумму от наших дорогих поклонников романсов и друзей Романсиады. Спасибо вам. Сегодня разного калибра всех мастей и цветов радуги будут на нашей сцене лауреаты прошедших уже 18 конкурсов романсиада. Многих из них вы знаете и уже любите, некоторых вы увидите впервые и я уверена полюбите также. Они сегодня, я благодарю их также за то, что они выбросали сегодня и театры свои, а некоторые даже важнейшие телесъемки и вместе с нами сегодня на этой сцене. Вот у меня список, глаза разбегаются, прям скажем, как всегда в романсиаде будет импровизация и для вас, те, кто за кулисами, тоже. Но один только точно знает, что с него мы начинаем. Он ходил за мной сегодня в полвечера и говорил, я же приготовил романс, посвященный Есенину. Вы не забыли, что 120 лет Есенина? Я очень хорошо помню, что в этом году, 3 октября, Сергей Александрович Есенин отмечал бы свое 120-летие. Ну так, раз так, пускай открывает наш вечер. Во-первых, блистательные музыканты по имени Квартет Виртуозов, Московская Балалайка, загруженные артисты России, Надя Воронченко, Юрий Миржин, Игорь Геновалов и народный артист России, Александр Горбачок. Наши добрые, верные, также, дорогие друзья, достательные музыканты. И сегодня романсиадцы поют в аккомпанементе, с аккомпанементом Московской Балалайки. Им повезло, романсиадцы. И нас с вами тоже знали такие музыканты. Итак, первым номером на сцену выходит один из лучших теноров, не только романсиады. А романсиада открыла, уже подарила нам немало блистательных голосов теноров именно. Но скажу, что он сегодня и ведущий садист детского музыкального театра, и этот его не последний театр, а первый только лишь. И на сцене появляется лауреат романсиады 2013 Сергей Петрищев. Сережа, как свойственно тенору Душки, а ты именно в этом афлуа. Лирический тенор с очень красивым тембром, с блистательными верхними нотами, и с очень хорошей душой настоящей. Поэтому тебе первое слово, Сережа. Не жалею, не забывай, не плачу, Все пройдет на цветных яблодных. Убедать я золотом охват черный, Я не буду больше молодым. Убедать я золотом охват черный, Я не буду больше молодым. Ты теперь едат уж будешь биться, Сердце грому тает колотком, И страна береза попасится, Не забанит шляться по сегу, И страна береза попасится, Не забанит шляться по сегу. Я теперь сумея стал желанья, Жизнь моя и ты приснилась мне, Словно я весенний пулгай радио Раскакал на баранов коне, Словно я весенний пулгай радио, Раскакал на баранов коне, Не жалею, не забудем почки. Все пройдет, как с белых яблони, Убедать я золотом охват черный, Я не буду больше молодым. Убедать я золотом охват черный, Я не буду больше молодым. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И вы счастливы, И священники священники, Кристи. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 В Романсиаде каждый год принимают участие Песцы от 17 до 27 лет И исполняют романсы самых разных стилей. Мы допускаем романсы академические, старинные, цыганские и народные. Более того, все должны показать владение разными жанрами романсов. Оставаясь, конечно, в своей манере, в своей привычной уже вокальной форме. Есть у нас и народники. Народницы в основном. Народника вот чуть ни одного не помню. А народницы есть. Одна, другое лучше и краше. Одна из замечательных девочек. В прошлом году она стала дипломантом романсиад 2014. Но о ней уже говорят очень много. И говорят все время в каких-то роскошных выражениях. И сравнивают ее с великими певицами прошлых лет. Думаю, что у нее от этого голова не закружилась нисколько. Она умная девочка. Девочка молодая. Ей исполнилось уже 19 лет. Софья Анопченко. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 к таким романцам, типа «Слушайте, если хотите» или «Тёмно-вишнёвая шаль». Когда-то я начинала свою жизнь концертмейстером и работала с Валентиной Николаевной Левко. Именно она прославила роман «Тёмно-вишнёвая шаль». И где бы мы ни были с Валентиной Николаевной, всегда из зала раздавались крики. Вот какая бы ни была программа, хоть Бах и Гендель, обязательно кричали «Тёмно-вишнёвая шаль». И ещё кричали «На тот Большак», обязательно. Это она же записала тогда в фильме «На тот Большак». Но пускай будет сейчас хотя бы роскошная, любимая, тёмно-вишнёвая шаль в исполнении молодой звезды Аввала Петрова «Лавуряда Мусять-2014». «Тёмно-вишнёвая шаль», «Тёмно-вишнёвая шаль». «Тёмно-вишнёвая шаль», «Тёмно-вишнёвая шаль». «Воспектакий родной Горида Мюсять-2014» «Тёмно-вишнёвая шаль», «Тёмно-вишнёвая шаль». Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 А вокруг расстелился широко Белым славаном из гусьек. А вокруг расстелился широко Белым славаном из гусьек. Александр Благоц. АПЛОДИСМЕНТЫ Еще один такой момент. Вы знаете, когда мы издаем сборники романсов, а мы занимаемся также издательской работой, потому что многие романсы известны они на слуху, но нет нот, или наоборот ноты так уже запылены, что уже это слышится сейчас несовременно с этим скромным аккомпанементом. Делаем по-разному, издаем эти сборники. И иногда, вы знаете, в сборники попадают, в сборники русских романсов попадают романсы композиторов западных. Вот мы уже прижились, прижилась у нас на русской почве музыка «Кремье» или «Хороши все очи», а это итальянская песня, или «Гуэрча», нет, не любила он. Мы уже считаем их здесь, в рамках русского романса. Сюда же попал также и знаменитый Лео де Либ. Как в вечере романса обойтись без красавиц Кадикса, вот почти никогда не удается. Тем более, что вот уже дышит вот тут из-за стула моего. Одна из самых хорошеньких красавиц Кадикса, красавиц Москвы. Солистка музыкального академического театра Настислава Немировича Данченко и лауреат «Романсиады 2004» Валерия Зайцева. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вы мой сосед Что же молчите Правду не скажите Правлю с вами нет Мою безучник Посмотрите Мою безучник Посмотрите Ааа... Я, 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 красавицы ходить за малый потянь. Я, 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 красавицы ходить за малый потянь. Я, 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 красавицы ходить за малый потянь. Я, 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 красавицы ходить за малый потянь. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...